Смотрите прямо сейчас. Информационная программа «Наши новости». Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу. В студии Кирилл Политов и Елена Тарасова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Почти единогласно депутаты горсовета Рубцовска приняли отставку мэра города. Размером с кулачок, но работает как двигатель. День здорового сердца о том, как сохранить здоровье главного органа. Фарфоровый иконостас в Барнауле возрождают давние традиции церковного искусства. Начнем с одной из самых громких новостей. В Рубцовске отстранен от должности мэр Владимир Ларионов, осужденный ранее за превышение должностных полномочий. На внеочередной сессии депутаты городского совета рассмотрели его заявление об отставке и приняли почти единогласно. Тот факт, что Ларионов сам попросил об уходе, для многих стал неожиданностью, ведь ранее мэр говорил о намерении восстановиться в должности. Напомним, в мае Рубцовский городской суд вынес мэру обвинительный приговор и назначил ему два года лишения свободы условно с запретом работать на государственной службе в течение трех лет. Но Ларионов попал под амнистию, наказание с него сняли и он мог вновь возглавить Рубцовск. Но прежде экс-глава администрации решил доказать свою невиновность в суде. От той жизни, в которой я жил в Рубцовске, я отходить не хочу. Впереди 2017 год. Это год выборов депутатов городского совета. Сегодня депутатский корпус выразил мне пожелание не отходить от городской жизни и со знанием, и с опытом, с моим принимать участие в жизни города. Что я буду делать? То есть можно это расценивать так, что вы собрались баллотироваться в городской горсовет? Ну а почему бы и нет? Губернатор Кры Александр Карлин с рабочим визитом отправился в Сочи. Завтра там начинает работу Международный инвестиционный форум. В рамках форума будет обсуждаться работа регионов на инвестиционный и экономический потенциал страны. Кроме того, участники форума планируют расширить сотрудничество российского и иностранного бизнеса, экспертного и медиа-сообществ. Для этого в Сочи съехались представители всех регионов России и зарубежных стран, руководители крупных российских и иностранных компаний. Александр Карлин примет участие в пленарном заседании форума, которое посвящено развитию экономики государства. Первую операцию по пересадке сердца в край намерены провести уже в следующем году. Сегодня, во Всемирный день сердца, об этом уверенно заявил заведующий кардиохирургическим отделением краевой клинической больницы Дмитрий Ананев. С хирургом, коллектив которого первым в регионе внедряет все передовые сердечные технологии, встретилась Ольга Калачева. Всего неделю назад Евгению Молодых сделали операцию на сердце, а завтра его уже выписывают. В краевую больницу мужчина поступил с подозрением на инфаркт. Говорит, на сердце никогда не жаловался. Максимум давления повышалось до 145, а тут внезапная боль. Ну да, тена накапливалась, естественно, там сосудики сокращались, но я же не видел. Я, мне супруга, честно говоря, Петровнушка моя посылала в больницу неоднократно, но мужикам же нас тяжело послать. Вы на Петровнушку махнули рукой, да? Ну не, Петровнушка не махала рукой, не надо. Мне с ней еще жить. На здоровье. По официальной статистике, только с хронической ишемической болезнью сердца сегодня в крае живут 130 тысяч жителей. А сколько постоянно мучается с давлением, никто не знает. Между тем, армия страдающих заболеваниями сердца растет. Ежегодно в России от сердечных дел умирает больше миллиона. Население крупного областного центра. Барнаульские врачи уже не удивляются инфарктом у молодых людей. В прошлом году у нас был просто уникальный случай, когда к нам поступила беременная женщина при сроке беременности 34 недели в возрасте 30 лет, у которой был зарегистрирован острый инфаркт. Как помочь главному моторчику человеческого организма, Дмитрий Ананьев хорошо знает. Кардиохирургом работает уже третий десяток. На его счету сотни спасенных людей. Он в курсе всех передовых технологий в лечении сердечных заболеваний. По его словам, хит сезона клапаносохраняющая малотравматичная операция. Порой даже без остановки сердца. Поэтому подержать чужое сердце в руках, как это было еще 10 лет назад, в будущем у врачей вряд ли получится. Это не кусок чего-то. Оно вообще там покрыто мистикой. Как оно работает, все знают. Но почему вот это Божий искромнев начинает его сотрясать в маленьком организме. Не знаю, кто дает этот щелчок. Я думаю, что это все-таки где-то связано не только с тем миром, в котором мы живем. Считается, что по размеру сердца человека сравнимо с его кулачком. Правда, у некоторых больных достигает 500 граммов, говорят кардиохирурги. И чтобы оно билось, они работают по 12 часов в сутки. Ольга Калачева, Александр Морозов. Наши новости. Пожилой велосипедист погиб под колесами большегруза неподалеку от Бийска. Следователи проводят проверку. ДТП произошло на участке дороги возле поселка Малоугренева. По предварительным данным, виновником аварии стал сам погибший. 66-летний пенсионер ехал на велосипеде и неожиданно выскочил на проезжую часть прямо перед многотонным большегрузом. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. Правоохранители уже начали проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела. Полисы автострахования будут оформлять на бланках нового образца. Изменения вступят в силу 1 октября. По мнению экспертов, замена старых у ОСАГО на новые позволит поставить заслон мошенничеству и распространению поддельных полисов. В страховых компаниях края бланки нового образца автовладельцам уже выдают. Правда, пока одновременно со старыми, но с октября все будут получать новые полисы, которые от своих предшественников отличаются по цвету. Он теперь розовый, а также специальной защитной полосой, водяными знаками и размером. Это уже не стандартный А4, который легко подделать, а немного больше формат. Переход на новые бланки, заверили страховщики, не повлияет на стоимость страхового полиса. Пока на данный момент никаких постановлений правительства по этому поводу не было. И об изменении цены полиса нам ничего пока не известно. Гражданам не стоит волноваться. Не нужно приходить в компанию, требовать замены старых бланков, потому что все бланки, выданные до 30 сентября, они действительно. А с 1 октября будут выдаваться только новые бланки. Автомобиль не детский конструктор и самовольные переделки в нем запрещены. Так решило правительство России. Уже около трех месяцев инспекторы ГИБДД ищут на дорогах страны машины, которые хозяева превратили в неведомую зверушку. И алтайский край здесь не стал исключением. Особое внимание инспекторов привлекают автомобили, у которых есть явные изменения во внешнем виде. Например, установлен так называемый кенгурятник, прикручен шноркель, лебедка или приварен самодельный багажник на крышу. Якобы такие изменения в конструкцию в разы усугубляют последствия ДТП. Также не остаются безнаказанными автовладельцы, которые густарным способом установили на свой транспорт газовое оборудование и прямотоки на выхлопную трубу. За один день рейда в Барнауле сотрудники ГИБДД выявили 30 подобных нарушений, а за два месяца более 400. Сначала водителя предупреждают об ответственности и дают 10 дней на устранение непредусмотренных заводом-изготовителем элементов. Если этого не произошло, автомобиль снимают с регистрации без дополнительного уведомления владельца. Таких в Алтайском крае уже 10 человек. После прекращения регистрации транспортного средства в дальнейшем действия водителя будут квалифицироваться как управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке. На первый раз предусматривает административный штраф в размере от 500 до 800 рублей. Повторное управление уже до 5000. И предусматривает лишение права управления транспортным средством от одного до трех месяцев. В одном из храмов краевой столицы появился необычный иконостас. Он сделан из фарфора. О том, как в Барнауле возрождают давние традиции церковного искусства, нашему корреспонденту Илье Кочеткову рассказал сам митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Барнаульский Нагорный парк, строящийся и Анно-Предтеченский храм. Не бывает храмов одинаковых, но этому есть чем похвалиться вдвойне. Обязательная часть интерьера иконостас здесь не деревянный, как обычно, а фарфоровый. Во-первых, он оригинален. Во-вторых, он долговечен. В-третьих, он представляет собой вот эту некую воздушность в своей конструкции и своем выражении. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий рассказывает, традиция фарфоровых иконостасов исключительно российская. Идея принадлежит дореволюционному королю фарфора Матвею Кузнецову. Когда-то на его заводах делали фарфор настолько хороший, что его покупали в самом Китае. Он же стал делать иконостасы, один из которых подарили православному храму в Чехии, в Марианских лазнях. Там храмы не разрушали, что и спасло экспонат. Именно его много лет спустя увидел будущий митрополит Сергий. Особая красота запала ему в душу. Когда я приехал сюда, уже по назначению в Барнаул, святейший патриарх меня сюда прислал, то я обнаружил, что здесь об этом не знают. Фарфоры иконостасы здесь неведомы, на Алтае. Мне показалось, что это неправильно. На одном из уральских фарфоровых заводов сначала заказали малый для нижнего предела Покровского собора. Про него, кстати, также знают не все. А когда появилась возможность и спонсоры, обратились к тем же умельцам за большим для Нагорного храма. Работа по его изготовлению заняла около года. Это не так быстро делается. Понимаете, он состоит из множества различных деталей, которые впоследствии при сборке друг к другу приклеиваются. На металлический каркас собирается это все. И создается впечатление монолитность такой. По всей стране, да и в мире таких раз-два и обчелся. Митрополит Сергий говорит, конечно, это удовольствие не из дешевых. Он стоит на треть больше обычного деревянного. Несколько миллионов рублей. Но дороговизна окупится. Фарфор не боится ни влаги, ни света. Почти вечен. А еще, говорит митрополит, в той же Чехии, чтобы посмотреть на иконостас, люди билеты покупают. А у нас такую достопримечательность может увидеть каждый совершенно бесплатно. Кстати, скоро еще один небольшой фарфоровый иконостас появится в одном из храмов Новоалтайска. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Жители края смогут проверить, насколько хорошо они знают культуру, быты, обычаи народов, населяющих Россию. 4 октября во всех городах страны, в том числе и столице Алтая, впервые в истории состоится акция «Большой этнографический диктант». Испытание включает в себя 30 тестовых заданий. На их выполнение будет отведено 45 минут. Максимум можно набрать 100 баллов. Участником акции может стать любой желающий, владеющий русским языком и старше 15 лет. Результаты подведут через месяц. В краевой столице диктант можно будет написать в библиотеке Шишкова, Институте культуры и Педагогическом университете. Кроме того, на сайте «Большого этнографического диктанта» организуют онлайн-тестирование, которое начнется 4 октября в 13.00 по московскому времени. Результаты всероссийской проверки знаний лягут в основу изменений в учебных программах по этнографии в регионах. С 10 часов утра мы организуем уже открытые такие двери, поскольку сам диктант начинается в 11 часов утра. Можно прийти всем, кто желает принять участие в этом очень гражданском, очень полезном движении, которое захватывает все слои, и понять, насколько он знает историю и культуру своего народа, историю и культуру народов, которые проживают у нас на Алтае. Аншлагом и бурными овациями завершилось выступление в Барнауле народного артиста страны Сергея Никоненко. Знаменитый актер и режиссер приехал с юбилейной программой. В этом году ему исполнилось 75 лет. Уж мало ли любовь играла в жизни мной, Уж мало ли бился я, как ястреб молодой, В обманчивых сетях раскинутых гибриды, А неисправленный стократною обидой Я новым идолам несу свои мольбы. Приехал не один, вместе с Сергеем Петровичем по городам путешествуют его друзья, тенор Валерий Кучеренко и аккомпаниатор Виктор Фридман. Вместе гости представили программу «Гений чистой красоты». Основной акцент в ней сделан на любовную лирику русских поэтов Пушкина, Маяковского, Есенина, Пастернака, а также романсы, которые когда-то исполняли Вадим Козин и Александр Вертинский. Как нам перед выступлением признался Сергей Никоненко, это его любимые стихи. Я в судьбе благодарен, что я очень часто влюблялся. И это очень стимулировало творчество. Хотелось предмет увлечения чем-то увлечь, чем-то удивить. Но так же ведь происходит. Надо же удивлять. И даже Суворова говорил, удивил, победил. Десять лет кропотливого труда и чудо судно готово. Бейчанин своими руками построил корабль, аналогов которому в крае нет. Накануне народный умелец свое творение протестировал на Бии. И он, и эксперты пробным выездом остались довольны. Подробности в следующем материале. По масштабу был нарисован сначала остов, и к нему уже по масштабу рисовалась рубка, колеса. Обычный рисунок Олег Маслаков превратил в подробную схему. Детали брал исключительно из головы. Местный умелец с талантом конструктора в итоге собрал вот такое плавсредство. По-научному колесный электроход с обычным двигателем от автомобиля. И вот здесь будет свисточек. Скорости машины оригинальному кораблю, конечно, не набрать. Пока он способен на 9 километров в час. Зато расход горючего на порядок ниже, чем у моторной лодки. И дизайн бесспорно авторский. Случайно ли судно с виду чуть ли не экскурсионное? Деревянные завитки, мостик из благородного металла, даже кисточки на шторах. Названию удивляться не приходится. Дукат в честь устаревшей монеты. Ну это денежка, ценное что-то такое. Красивое, круглое. Превращать металл в передвижные средства бейчане начал в 90-х. Руку набил на восстановление грузовиков, а 10 лет назад взялся за корабль. К делу подошел серьезно. Здесь даже есть кубрик. На первой тестовой прогулке оригинальное судно оценил и эксперт. Прогулочное плавсредство, которое стоило титанических усилий, коллегу в одного это построить за столько лет. Просто я восхищаюсь. Пробным выездом мастер остался доволен. Теперь знает, что подкрутить, что усилить. К зевакам, кстати, уже готов. Потому как в такой корабле алтайские жители, говорит, нигде не увидят. Ну разве что в фильме. Анастасия Дороган, Марина Полкова, Андрей Сегаев. Наши новости. Накануне вечером в Барнауле снова говорили стихи. Первый отборочный тур поэтического батла «Говори», который во втором сезоне вышел в офлайн, собрал на сцене одного из популярных мюзик-баров города 14 молодых авторов. В этом году оценивать творчество поэтов взялись и журналист Константин Гришин, поэт Наталья Николенкова, арт-критик Вадим Климов и прошлогодняя победительница Екатерина Миргасова. В итоге самые техничные и артистичные, а их оказалось ровно половина, были отобраны для гала-концерта. К ним присоединятся авторы из последующих туров. Организаторы пообещали, что победитель батла сможет записать поэтический видео-альбом. Я лечу в пустоту, от земли показательной. Я считаю до 100 по привычке. Слух. Большое спасибо. Хоккейный Алтай предсказуемо выиграл первые домашние матчи в сезоне. Оба поединка против новичка и аутсайдера лиги команды из набережных Челнов завершились уверенной победой хозяев. 4-2 и 5-2. После этого Барнаульцы заметно поправили турнирное положение. С восьмой строчки поднялись на пятую. Замыкают таблицу с нулем в багаже все те же челнинцы. Впереди коллектива Евгения Бакланова вновь предстоят домашние поединки. На этот раз в гости приедут хоккеисты юниора Спутника из Нижнего Тагила. Обе встречи пройдут в ближайшие выходные и начнутся в 17 часов ровно. Примечательно, что сейчас у соперников одинаковые показатели по три победы против трех поражений и 9 баллов в багаже. Правда, уральцы расположились на строчку выше Алтая, на четвертой за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Есть шанс подвинуть конкурентов. На этом все новости. Приятного вам вечера. Звоните нам в редакцию по телефону 722 440. До встречи.